Радмир, Елизавета, Лена, Аиза. Всех не перечесть. В семье Дербенёвых воспитывается 25 приёмных детей. Перед Новым годом в доме семейная суета, потому что должны приехать волонтёры. Их ребята ждут с нетерпением. Они появляются в образах Деда Мороза и Снегурочки, вручая детям желанные подарки. К нам часто приезжают волонтёры, дарят нам подарки, играют с нами игры. Мне очень интересно. Проводим мы хоровод, поём песни, выступаем для них. О том, что чудо под Новый год всё-таки случится, дети даже не сомневаются. Ведь представители волонтёрского движения «Добрые сердца» нефтяной компании «Башнефть» уже на протяжении четырёх лет радуют ребят подарками к Новому году. Если раньше мы более ориентировались на личный подарок каждому ребёнку, то это были определённые письма Деду Морозу, то в этот раз мы решили немножко изменить формат акции и сделать общий большой подарок семье в целом, чтобы какие-то нужды, то есть какой-то необходимости, нужды лишить семью, то есть лишних затрат. Это холодильник и стиральная машина. Уже не первый год мы сюда приезжаем. Лично я нахожусь здесь первый раз. Я под большим впечатлением. Я сама мама двоих детей, и настолько это трепетно, волнительно. Очень долго собирались мы сюда. Порядка 15 тысяч работников нашей компании участвуют и принимают участие в этой акции. Также мы курируем около 25 у нас подшехных учреждений. Это детские дома, реабилитационные центры, как в городе Уфет, так и по Республике Башкортостан в целом. Это семья, это уникальное явление, по-моему. Я такого еще не встречала. Сладости, настольные игры, мягкие игрушки. Об этих подарках мечтали дети целый год. Теперь их счастью нет границ, и от своих наборов их невозможно оторвать. Вместе с ребятами радуется и мама. Говорит, что пару лет назад и не знала, что настоящее чудо могут совершать простые люди. Приехали снова волонтеры, которым мы очень рады. Стало уже для нас и для них большой традицией. Привезли нам сегодня и холодильник, и стиральную машину. Это большая помощь для нашей семьи. В общем, детки все получили подарки. Они все радостные, все сладости разглядывают. Гальсерин, как председатель клуба приемных родителей района, вместе со своим мужем и детьми, в прошлом году проводили и сами подобную благотворительную акцию, посещая семьи, которые воспитывают приемных детей в канун самого главного зимнего праздника. В этом году семья также подготовила более 40 подарочных наборов, и они уже ждут своих маленьких обладателей. Сама семья, по мнению многих, является настоящим примером для жителей не только Краснокамского района, но и всего региона. Безусловно, к этой семье невозможно остаться равнодушным. Помогают этой семье очень многие, очень многие коллективы, очень многие учреждения. И сегодня, в преддверии нового 2018 года, от имени администрации хочется выразить слова огромной благодарности всем тем, кто не остается равнодушным к данным семьям. И хочется поздравить всех наших приемных, опекунских родителей, всех наших детишек с новым 2018 годом. Пусть они будут здоровы, счастливы, и чтобы у них все намеченные планы осуществились.